Дорогой Дмитрий, привет тебе, привет. Здравствуйте. Привет. Пожалуйста, назови себя, как тебя зовут, Дмитрий? Меня зовут Кондратьев Дмитрий Ярославович. Молодец. Сколько тебе лет? Мне полно 24 года. Ну, ты взрослый парень, но мне, правда, 70, но ничего. Нормально. Слушай, ты такой интересный человек, я поэтому решил познакомить тебя со всей нашей школой Человек будущего Homo Futurus. Ты не против? Конечно, нет. Ну, давай. Я тебя видел на твоем канале, который ты выпускаешь. Как называется твой канал? Канал назван моим именем и фамилией Дмитрий Кондратьев. Очень хорошо. И ты там делишься со всеми, потому что хочешь быть полезным. Правильно? Правильно. Сначала я там выкладывал свои стихотворения на протяжении нескольких лет, но стихотворения были не мои, я их просто записывал на камеру при своем озвучании. А крайнее мое видео было выложено по поводу моего заболевания, которым я переболел два года назад. И так как заболевание редкое, и информации в сети интернет очень мало, даже в медицинских источниках, я решил поделиться с миром своей историей, чтобы поделиться с людьми, как я прошел этот путь, с чем столкнулся, с чем справился, что чувствовал. Давай, родной, делись. Я к ней, сходя со мной. Давай, делись. Делись и все тебе посмотрят, сколько у нас там участников много, из разных стран. Все тебе посмотрят. В конкурсе рассказать историю сейчас, да? Да, конечно, конечно. Это было осенью 2019 года, мне 22 года, я учился в юридическом институте, параллельно я работал в суде, занимался спортом, вел активную жизнедеятельность. Но в один момент у меня поднялась температура, и за пять дней меня полностью парализовало. Я впал в кому, меня подключили к аппарату ИВЛ, и три месяца я провел в реанимации. Все это время я находился в жесточайшей апатии, у меня была депрессия, я не хотел никого видеть, ни с кем общаться. Потом депрессия, апатия сменилась агрессией, которая отображалась на моем близком круге, на моих родственниках, на моих друзьях. Когда я вернулся из больницы домой, у меня был дефицит внимания. И я агрессировал на своих близких, потому что родственники и друзья от меня отвернулись. И таким образом я сорвался и психологически утащил себя в яму, в которой я пребывал еще несколько месяцев. И в общей сложности мне понравилось больше полугода, чтобы принять эту ситуацию, понять, что мне никто ничего не должен, что только я сам могу вытащить себя из этой ямы и справиться с этой ситуацией. И я начал больше изучать себя, изучать устройство этого мира, изучать активные гармонии с самим собой, как здоровым, как быть счастливым. И в том числе я познакомился через своего папу с вами, с вашим каналом, с вашими знаниями, с вашими трудами, которые помогли мне быть в гармонии с самим собой, принять себя и открыться этому миру и быть полезным этому миру. И через этот алгоритм найти свое счастье. Молодец. Как называется твое заболевание? Четко скажи. Синдром Гиена-Борре. Понятно. Чем оно характерно? Это поражение иммунной системы организма. Когда в организм проникает инфекция, у меня это был менингит, организм ошибочно вместе с инфекцией начал бороться сам с собой. Он уничтожил милиновую оболочку наших нервов. Наши нервы их окутывают, как провода, как белях изоляция. И организм уничтожил оболочку нервов, и поэтому я потерял, в определенный момент у меня полностью была потеряна двигательная и дыхательная активность. Но сохранялась полная чувствительность в теле, полная. Понятно. И как ты справляешься с недугом? Через физические упражнения и через творчество. Улыбку настрою хорошее настроение. А как ты спишь? По твоему самочувствию? У меня наладился сон. Я начал видеть сны. Раньше, даже когда, до болезни, я очень редко видел сны. А сейчас ко мне пришли сны. Я даже помню свои сны, начал их записывать, просыпаюсь с полной энергией, сил. И меня хватает на целый день двигательной активности, физических нагрузок. Параллельно занимаюсь какой-то, если ты можешь сказать, творческой деятельностью. То есть я начал писать стихотворения. Параллельно все это проецирую на свое окружение. Тем самым мотивирую своих друзей тоже открывать себе творческий потенциал. Ну, молодец. А какие ты делаешь упражнения физические или какие-то еще ты говоришь? Что ты делаешь для здоровья? А лекарства пьешь? Отказался полностью от всех лекарств. С августа этого года я ничего не пью, никаких таблеток. Ну и как ты отказался, хуже не стало? Нет, нет, стало только лучше. Когда я стал правильно питаться, отказался от, ну, как я считаю, от ненужной для своего организма пищи и путем проведения физических нагрузок, очищения кишечника в том числе, и проводя идеомоторный массаж по системе Норбекова. Я думаю, вы знаете, кто такой мир Закарин Арбеков. Да, знаю, конечно. Вот, в том числе и по его системе тоже чувствую себя гораздо лучше. Что это делал идеомоторный массаж? Это что? Одна из частей – это мысленно представлять свои здоровые органы, в том числе и кишечник, печень, почки, все органы, которые есть в нашем организме. И вторая очень важная часть – это представление тепла и холода в той или иной своей части тела. Я, как бы, таким образом массирую ее мысленно. Понятно, понятно, понятно. Как ты ключом пользуешься? Самое мое первое упражнение из ключа, которое вы мне показали, это метод волна. Я сначала не мог понять, в чем суть, но когда я прислушался к себе, к своему телу, закрыл глаза и пустил свое тело в пространство, дал ему свободу. И оно, получается, я начал шататься, как березка на ветру, и начал думать о том, о чем не думается. То есть на тот момент меня беспокоило мое положение в физическом плане, что там у меня парализованы ноги, я не могу уходить. И эти мысли я их старался отгонять от себя. А с помощью метода волна я, наоборот, начал об этом… Молодец. Иначе у меня закрадывался в голову, и я все это проработал в себе. Молодец. И у тебя получилось. Все это проработал в себе, и в итоге произошло в душе облегчение. Я улыбнулся и даже рассмеялся. И, в общем, прям как камень с плеч у меня упал. Ура! Ура! Вот-вот молодец, молодец. Ты прямое доказательство, что при таком редком заболевании, серьезнейшем, ты волной справился, потому что там была новая парадигма. Не переживай, о чем переживается, не прогоняй мысли, не настраивайся только на хорошее. Думай, о чем думается, переживай. На автоколебаниях. Вот как это сработало. Ты доволен, и я доволен. Я прямо счастлив, что это тебе помогло. А еще какой прием исключатый используешь? Или больше никакого? Махи руками использую, когда чувствую, что какой-то хлест руками. Я вспомнил, как вы рассказывали историю про императора немецкого Вильгейма. А Вильгейм Кайзер, который дрова колол. Рубил дрова, да. И тоже отличный прием, когда какое-то физиологическое, может быть даже и психологическое напряжение быстро снижает. Это хлест. Очень отличное упражнение. Еще что ты брал исключая? Или больше ничего не брал исключая? Массаж шеи, кровь разгонять. Так, молодец. А ты использовал кулачок? Каждое утро делаю. Кулачок использовал? Нет, там хороший есть прием. Кулачок, парадоксальный прием. Кулачок использовал, но редко, пока не очень он мне пригодился. Тебе больше волна? Какой тебе больше понравился? Волна или колоть дрова, или там хлест? Или что тебе больше понравилось? Волна, да? Я психологически, вот волна, волна понравилась. Ну, как ты часто это делаешь? Один раз сделал, да? Вот как лучше стало, я перестал, да? Или ты несколько раз делал? Нет, несколько раз я делал, раза четыре-пять, прежде чем все полностью у меня пришло в норму, и я нашел себя. Слушай, вот если к тебе там будут обращаться с вопросами, ты не откажешься там, ну, кто-то напишет тебе вопросы какие-то, будешь поддерживать контакты? Я полностью открыт к общению. Когда я выложил свой первый ролик про свое заболевание, мне писали уже люди мне в личку, я оставлял там свой номер телефона, свои контакты, и люди мне писали и с советом, и с просьбами, и с пожеланиями, и я полностью открыт для общения. Молодец. Вот такие люди, как ты, очень нам нужны в нашей школе. У нас много, много очень талантливых людей, таких порядочных, добросердечных, доброжелательных, которые готовы помогать друг другу. Наша школа называется «Человек будущего». И мы все вместе там, люди из разных стран, создаем науку человечности. А там как раз метод «Ключ» очень нужен, потому что человек становится личностью, побеждая страх, и помогает ему в этом любовь. А чтобы вот научиться побеждать страх, у нас есть как использовать страх, как использовать стресс, как стресс-трамплин для решения нерешаемых вопросов. Ну, в общем, ты, короче, поглубже туда погрузишься на наши вебинары. Это был на нашем ликбезе или на вебинаре каком-нибудь? Да, я присутствую, ролики смотрю ваши все. Я в теме. В теме? Ну, молодец. Ну, давай стихотворение, если хочешь. Если нет, тогда я не буду тебя сильно просить. А если ты во вдохновении, давай стихотворение. Если нет, я не буду. Можно я начну, пожалуйста? Да, давай, родной, давай. Пой ты, Русь, моя родная, крикну громко в небеса и начну смеяться звонко, озаряя рожь, поля. И пройдусь я по трофинке, собирая колосья, улыбнусь навстречу солнцу, предков вспомнил ручья. Поклонюсь земле родимой, вспомню матушку, отца. Вознесу молитву к Богу и прольется вдруг слеза. Помогу свою, посмотрю на образа. Это родина, отчизна, Русь, красавица моя. Край родимый, благодатный, край, где теплится душа. Здесь все дома, здесь все рядом. Это сторона моя. Не мила мне заграница, вкус заморожить я. Мне бы в рощицу спуститься, трель услышит соловья. Я люблю мою отчизну. Жизнь готов свою отдать. Сыну. Это русская земля. Благодарю. Я тронут. Молодец, спасибо тебе большое. Ты еще мужественный парень. Я очень горжусь, что я подружился с тобой. Спасибо тебе. Я сейчас загружу это на наш канал. Я тебе через 15 минут сброшу ссылку. Хорошо? Спасибо большое. До связи. Дружим. Будем дружить. До связи. Будем делать для всех полезное дело. До встречи. До встречи. Спасибо большое. До свидания. И тебе спасибо. До встречи.